Врач-сомнолог Врачи должны разъяснять пациенту Или пациент спрашивает у врача, а врач должен найти какие-то адекватные ответы И в частности достаточно сложный вопрос, который поступает от пациента Когда мы ему рассказываем, дорогой пациент, у тебя тяжелая степень тяжести синдрома абстрактивного апноэсна Это высокий риск сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических и дальше осложнений У пациента возникает сразу два вопроса Первое, а что значит высокий риск? Здесь надо пациенту слышать четко, понятно объяснять В частности, есть достаточно известные работы, которые показывают, что у пациента с тяжелой степенью тяжести Нелеченный синдрома абстрактивного апноэсна за 12 лет Вероятность развития инфаркта или инсульта приблизительно 50% А в среднем в популяции, у людей, которые не имеют апноэсна, но такого же возраста, так сказать, по-другому Похожие группы лиц, но только без синдрома абстрактивного апноэсна Всего 10% за эти 10 лет вероятность получить инфаркт или инсульт То есть вот что значит увеличение риска в 5 раз То есть здесь нужно говорить не только относительными рисками в 5 раз Но и прилагать это непосредственно в процентах Вот 50% за 10 лет получить инфаркт или инсульт, ну или за 12 лет Вот это значимый риск И пациент понимает, что это как русская рулетка Да, вот 50%, ну я думаю, это вот все поймут, что это тяжелый, серьезный, существенный риск Ну отсюда простекает еще следующий вопрос у пациента А, доктор, а скажите, пожалуйста, а когда у меня случится инфаркт или инсульт? Вот здесь нужно быть очень осторожным С одной стороны, нельзя пациента чрезвычайно пугать И это правильно, не надо человека вводить в состояние, скажем так, депрессии Ты точно умрешь, все плохо И порой доктора этим пользуются Это чрезвычайно нехороший инструмент Хотя, наверное, врач может убедить пациента, что да, он смертельно болен И что нужно предпринимать какие-то героические усилия Но это тоже должно быть адекватное объяснение человеку Чтобы не вводить человека, еще раз подчеркнув, такое тревожно-депрессивное состояние Я даже сам помню, ну, такой случай из практики Когда мы ставим диагноз в тяжелой степени тяжести абструктивного апноэ сна На экране компьютера показываем пациенту Вот, пожалуйста, вот вы видите, что каждую минуту у вас дыхание останавливается на 30-40 секунд Что у вас 60 остановок дыхания в час Что больше половины времени сна, 5 часов из вас сни, вы вообще не дышите Пациент все это слушает, ну, как-то воспринимает информацию А мы вот сегодня его продиагностировали А дальше у нас очередь и запись на инициацию СИПАП-терапии у нас через 3 дня Пациент уходит и приходит через 3 дня Я смотрю на него беднягу, он весь посинел, посерел, зарос, осунулся Я говорю, ну там, Иван Иванович, а что случилось? Говорю, доктор, после того, как вы мне вот это все объяснили и показали Я 3 ночи вообще не мог дойти до кровати Я боялся, что я лягу и умру Я сидел в кресле, и вот это у меня пол удремал То включал телевизор, то пил кофе, то еще что-то То есть 3 ночи я почти не спал То есть вот, хотя мы вроде адекватно просто пациенту показывали, что реально у него есть С другой стороны, обратная сторона медали Если мы скажем, ну да, у вас тут какие-то нарушения, которые, в общем-то, как-то надо лечить А пациент подумает, ну это какое-то такое заболевание, которое, может быть, и не требует особого лечения И таких случаев у меня тоже огромное количество И, может быть, их даже больше Когда пациенту начинаешь рассказывать, что да, это риски, да, это тяжелые заболевания Пациент говорит, да, ну ничего страшного, ну как-нибудь переживу, слава богу Вот, так сказать, вот уже 40, 50, 60 лет живу, ничего со мной не происходит Ладно, если 60 лет, я тоже вспоминаю такой случай Приезжает пара, достаточно молодая, где-то около 30 лет, муж с женой Мы обследуем мужа и видим у него тяжелейшую форму синдрома абстрактивного апноя сна Мы ему объясняем, что да, это серьезное заболевание, которое потенциально несет риски Вот за 10 лет, там, в 50% получить инфаркт, инсульт или умереть А пара говорит, ну да, все, ничего, но у нас просто завтра или послезавтра путевка в Турцию Которая уже оплачена Поэтому вот мы тогда съездим, а потом приедем и полечимся Ну ничего страшного не произойдет Ну, я никогда не даю никаких гарантий Но говорю, ну понимаете, как вам сказать Вот я знаю прогноз на 10 лет, а вот что будет там через месяц, не могу сказать Ну они говорят, ну да, ничего страшного, наверное, за месяц ничего не случится и уезжают Через где-то 2 недели звонит жена И говорит, пациент там выпил еще достаточно серьезно А алкоголь всегда ухудшает течение нарушения дыхания во сне Лег и не проснулся А пациенту было всего 30 лет И она говорит, доктор, а что же вы меня не предупредили, что это так опасно? Вот возникает вопрос С одной стороны, если ты человеку наговоришь, что это чрезвычайно опасно Мало того, что кого-то можно испугать, а кто-то наоборот скажет А это ведь такой плохой доктор, который просто мне фактически угрожает И требует, чтобы я что-то там как-то лечился А так как это лечение еще достаточно дорогое Ну то есть нужно приобретать оборудование в личное пользование Так еще этот пациент подумает, что я ему навязываю какие-то аппараты С которыми он должен спать дома А с другой стороны, получается, что если я человеку не объяснил, а вот он взял и умер Да? И, наверное, в какой-то степени я тоже несу ответственность, что он, наверное, не убедил людей, что это серьезно И вот этот баланс между, с одной стороны, тем, что нужно доносить до человека всю серьезность ситуации А с другой стороны, все-таки его серьезно не пугать И нужно как-то выдерживать Но мое убеждение, что все-таки мы должны человеку говорить правду Вот все как есть объяснять Рассказывать про потенциальные риски Ничего не скрывать То есть все-таки человек должен получить информированное согласие Вернее, должен получить информацию И потом согласиться или не согласиться Но быть проинформированным И здесь тоже не надо, скажем так, как-то сглаживать какие-то углы Которые потенциально приведут к тому, что человек откажется от лечения И ведь отказы бывают настолько порой смешные Ты человеку рассказываешь про потенциальный риск умереть А человек рассказывает Да понимаете, доктор, вот это же дорогое лечение Аппарат там 100 тысяч рублей стоит А мне нужно еще машину поменять и дом достроить Ну, соотношение, конечно, вот Причем машина у него изначально была иностранная и не очень плохая И он хотел просто еще на более хорошую поменять Я говорю, вот я сейчас поменяю машину, дострою дом У меня каждые 100 тысяч на счету Машину он успел поменять А дом достроить не успел И через 8 месяцев умер Вот тоже вопрос Да, а как Объяснить человеку, что Наверное, вот Наверное, не стоит того Тратить на дом и машину Если ты все равно не успеешь этим ничем воспользоваться И здесь возникает следующий вопрос А дорого? Вот человек говорит Это дорогое оборудование Да, это оборудование не дешевое Но я обычно Мне очень сложно за человека решать его проблемы Вообще, я как доктор Должен поставить точный диагноз Назначить то лечение, которое обеспечивает прогноз и качество жизни И не моя задача думать за пациента Дорого или недорого А если я подумал за пациента, что это дорого Я на него это и странслировал А пациент потом не начал лечиться и умер Вот кто в ответе за это? То, что я ему не объяснил? Или то, что я подумал, что за него подумал, что это дорого? Но в то же время, когда пациент мне какие-то претензии предъявляет Говорит, доктор, а что это такое дорогое лечение? Я говорю, знаете, вот ровно так я должен поставить диагноз Я должен назначить лечение А вот дорого-недорого, это должны думать вы Это, может быть, ваши родственники Государство должно подумать Но не я за вас должен думать А сколько стоит, допустим, 5 лет вашей жизни? Или сколько стоит проснуться с утра бодрым, свежим, отдохнувшим? Или сколько стоит не получить инсульт и, соответственно, радоваться жизни? Это тоже еще один пример хочу рассказать Приезжает пара Такой достаточно сохранный мужчина лет 50 И при нем жена чуть больше 20 А он очень состоятельный мужчина Мы обследуем его, видим тяжелую форму апноэ сна Он пока еще не испытывает каких-то катастрофических симптомов Потому что так сохранен достаточно А его милая юная особа Говорит, я, конечно, к вам привыкла К тебе привыкла, все хорошо, милый Меня это совершенно не беспокоит Ну, я понимаю, вообще к деньгам А ну, быстро привыкаешь, конечно же, да? И вот так он говорит Ну как, я буду с молодой женой спать Вот там с аппаратом? И уезжает А через полгода нам звонят А у него тяжелый инсульт Он не говорит У него половина тела не двигается Он мочится в постель И вот, значит, соответственно Вот так вот в памперсе, не говоря И не двигаясь, молодой женой можно спать А с аппаратом, который помогает дышать И от всего этого оберегает Вроде как не надо дышать Поэтому здесь еще важно Следующее, что привлекать Жен или партнеров по кровати Когда вы беседуете с пациентом Чтобы объяснять вот эти потенциальные риски И объяснять, что, может быть, это И качество жизни улучшит И жизнь спасет И, в общем-то, наверное, лучше смириться с тем Что ваш близкий будет спать с этим аппаратом Но будет жив, здоров и весел Чем он умрет Или получит какое-то тяжелое осложнение То есть, вот, собственно говоря Такой сложный достаточно вопрос Который иногда каждый раз приходится Порой себе решать Вот насколько или говорить Что это серьезно Или, может быть, не чересчур человека пугать Но в то же время, чтобы он понял Что это серьезная проблема Которой нужно заниматься И сами пациенты, может быть Увидев этот ролик, тоже поймут Что врачи находятся в очень сложном положении Объясняя вот эту ситуацию Ну, а в заключение я все-таки хочу сказать Что давайте будем жить дружно Врачи и пациенты Мы будем помогать вам Вы будете слушать наших советов И, собственно говоря, тогда вы будете более здоровыми Более веселыми Лучше спать и не болеть Всего вам хорошего С вами был Бузунов Роман Вячеславович Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok